В шкаф управления встроена сенсорная панель оператора. С нее мы управляем всеми узлами, механизмами, находящимися на данном комплексе. Посмотрим на все кнопки управления, которые имеются на панели. Кнопка «Включить все». При нажатии кнопки у нас включаются все синхронные приводы, находящиеся на системе. Кнопка «Делитель» запускает делитель бутылок. Кнопка «Конвейер» включает либо выключает конвейер. Есть кнопка «Выключить все». То есть мы сейчас находимся в ручном режиме. Есть кнопка «Печать». То есть мы можем проверить оттиск. Есть управление обкатчиком. То есть мы моцилиндр включили-выключили, посмотрели, работает или не работает. Шаговый привод обкатки. Включили-выключили. Цикл – это один цикл выдачи пленки. Кнопка «Темп работы». Необходимо для задания скорости машины. То есть при переключении ползунка мы можем либо замедлить весь станок, либо ускорить. То есть в зависимости от этого ползунка, то есть все механизмы перенастраиваются, включая датировщик. Аппликатор 1. Заходим в управление аппликатором. То есть есть функция «Как работать датчику». То есть либо по наезду на этикетку, либо по сходу. То есть это уже для регулировок. Есть кнопка «Счетчики». То есть есть счетчик несбрасываемый, есть целое определенное количество счетчиков сбрасываемых. Допустим, для того, чтобы посчитать, сколько этикеток остается на бобине. То есть мы можем, допустим, при установке бобины выставить счетчик на ноль. И при работе мы будем знать, сколько мы вымотали этикеток. Обкатчик. То же самое. То есть точные регулировки. То есть по датчику мы работаем, либо по заезду, либо по сходу с датчика. Есть временные выдержки, то есть когда нам закрывать или открывать узел обкатки. Принтер. То же самое. Здесь есть все настройки, которые касаются термоструйного принтера. «Оттиск». То есть в этом режиме мы устанавливаем дату, которая нам необходима, чтобы печатал принтер. То есть тоже все делается с панели. Ну и кнопка «Автомат». То есть при нажатии на нее мы переходим в автоматический режим. Здесь тоже мы можем аппликаторы включить, выключить. То есть все, как нам необходимо. Принтер включить. Вот сейчас принтер выключили. То есть он говорит, что «Внимание!» Отключен принтер. Здесь, на этом же экране, то есть в зависимости от скорости темпа работы, мы видим, с какой скоростью двигается конвейер, с какой скоростью двигается обкатчик, какой у нас режим стоит. То есть, допустим, на данный момент тара круглая. То есть, если нам нужно перейти на квадратную, мы нажимаем кнопку «Система», выбираем вид тары «Отменить», у нас тара становится квадратная. Здесь появляется второй аппликатор, который будет задействован на квадратной таре, который точно так же можно выключить. Допустим, если одна этикетка на квадратной таре, можем любой из аппликаторов выключить либо включить. Ну, соответственно, все абсолютно мы делаем только с панелем. То есть мы нигде больше ничего не регулируем. Посмотрим, что находится внутри шкафа. Для этого мы открываем запоры. То есть здесь мы имеем три частотных регулятора, которые управляют конвейером, обкатчиком и верхним прижимом. Также мы имеем здесь три драйвера управления шаговыми моторами. То есть это шаговый мотор первого аппликатора, шаговый мотор второго аппликатора и шаговый мотор механизма трех волок. Мозг – это контроллер. То есть контроллер, который управляет всеми процессами, программируется, то есть панель управления. Ну, соответственно, блоки питания, то есть два блока питания шаговых моторов и блок питания основной. Система вентиляции, то есть приточная вытяжная вентиляция для того, чтобы в жарких условиях у нас здесь ничего не грелось. Ну, соответственно, на панели у нас кнопки и компьютерская панель. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!